здравствуйте дорогие зрители вновь с вами мыльная пена программа самых горячих сплетни про латинских звезд ну начнем мы с откровений эдуарда яниса его тут на медне спросили о том что он предпочитает в сексе значит как в каком белье женщин о чем он там фантазирует во время этого процесса и так далее ну про женщин там было понятно потому что он сказал ну в чем в чем женщина в постели уляжется в том и хорошо не имеет значения а вот когда его спросили про сексуальную фантазию лалу ответил что представляет себе игру двух команд и не просто команда тех которые играют в американский футбол ну классное сравнение секса и такой мягкой нежной игры вот и делаю после этого вывода не то эдуарда так жесток в постели не то он так прикалывается над удачным вопросом журналистки ну ставим на то что лалу прикалывается потому что он этими вещами известен журналистов он чрезмерно любит а дон амар наконец развелся со своей женой джеки киридо процесс длился два с половиной года и в результате расстались они мирно но мир этот был куплен достаточно дорогой ценой потому что он заплатил своей бывшей 2 миллиона 700 тысяч долларов смешно то что брак продолжался чуть больше чем длился бракоразводный процесс три года они вместе жили вот возникает идиотский вопрос они за этим ли джеки выходила замуж ну дон амар конечно не самый лучший мужик в жизни есть получше мужики у него куча разных проблем и с алкоголем и с наркотиками и с агрессивностью и с неразборчивостью в связи к чего стоил недавний скандал с травести которому дон амар якобы не заплатил в общем есть букет но когда замуж то выходила наверное видела что за ягодка будущий супруг поэтому подозрительно вообще может быть девушка действительно решила что поживет три года там помучается и потом часть денежек супружника и поимеет ну вот еще одна дама замужняя видела за кого выходила замуж и что она будет иметь в качестве своей второй половинки мы имеем ввиду жену пабло монтеро каролины он опять отличился и были опубликованы его фото в пьяном виде ну и ладно мы попаду уж пустяки ну пьет мужик кто об этом не знает это очень дело известно но фото эти были в компании двух проституток ну что мы можем сказать ну всяко в жизни бывает но расслабился мужик но выпил маленько потянула на любовь хорошо что не убил никого по пьяни а он может он такой делов то вообще да ну вот а супруга теперь хочет его пристроить в программу для алкоголиков ну типа вот полечиться бы тебе мил друг неплохо ну чистый произвол с ее стороны вообще не жена сатрап какой то певица белинда известная своими очень странными любовными романами опять нашла себе достойного кандидата на руку и сердце это колумбийский писатель бывший член одного из наркокартелей андрес лопес до белинды он встречался софии вергара и адамаре лопес ну скажем так что мужик пошел на понижение потому что белинда женщина широко известна в мексике а не сравнили не сравнить вообще софии вергара и адамаре лопес вот ну а вот она пошла на повышение почему потому что предыдущие кавалеры были вообще из разряда подзаборников уж простите ее поклонники великодушно а теперь у нее видите бывший бандюга и ныне он известный писатель автор кстати очень неплохих сценариев по которым теле мунда снимает свои неделенные сериалы про наркотрафик крестьян кастро нарвался на комплименты от поклонников эйси гонсалес он написал в твиттере что единственная причина чтобы смотреть на эту актрису это лень зрителей ну типа лень переключаться а чё она там играет вообще вопрос 16 на это поклонники эйсы написали в твиттере всяких разных комплиментов одна из них там пишет и это говорит человек чья карьера сплошной провал ну это как сказать крестьян личность конечно то чтобы не реки мартин но он популярен популярны в мексике и среди испаноязычной публики штатов собирает полные залы выпускает диски как сказать опять же уже говорили что не реки мартин да но публику свою имеет а его комментарии про эйсу можно рассматривать не как критику а как вот шутку вот такой что же так сразу от мордой то обсту надо же как-то в общем легче реагировать тем более что сама эйса молчит хулян хиль демонстрирует всем свою новую невесту очередную по имени вивиана серна девушке 29 лет а хуляну у нас 42 или 43 там немножко точно так вот их отношениям уже год они познакомились в колумбии куда он уехал на съемки ремейка у сурпадоры вот и вот теперь он значит публикует фото как они развлекаются стиле лоуренс лоуренца аравийского и пишет он в твиттере что это то чего он всегда искал да знаем мы чего он там искал пиара пиара и еще раз пиара и ничего кроме пиара но недолго хиль продержался после разрыва мнимого или настоящего с данной гасея вот почему мы считаем что разрыв может быть мнимы потому что уж больно как-то все это странно произошло любовь 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 фото в твиттере поцелуи объятия ах это моя любовь на всю жизнь потом хоба знаешь милый нас разделяет расстояние поэтому прости ну и парень у нас такой непостоянный что будем ждать новой девушки выигравший этот тендер запускать сердце тушку нашего героя любовник на сегодня все ждем вас в субботу подписывайтесь на наш канал до свидания